Мы начинаем наше занятие по главе дворим. Начинается у нас со слов Вот слова, которые были сказаны, которые говорил Моше всему Израилю. С этой фразы начинается и пятая книга Тора, и, соответственно, наша недельная глава, которая ее открывает. На иврите слова это дворим, и, соответственно, это стало названием и раздела, и все книги вообще. Наши мудрецы называют эту книгу, последнюю книгу Торы в Талмуде, Мишне Тора, то есть повторение Торы, повторение закона. Дав такое название, этой книге мудрецы подчеркивают, что в ней дается более углубленное понимание текста. Равнафтолец Фиевуда Берлин, один из крупных комментаторов Торы, познаватель Воложенской ишивы, вот сейчас он называет нациф, нафтолец Фиевуда Берлин нациф, он объясняет, что у слова Мишне есть два значения. Это удвоение, то есть повторение, и дополнение. И для понимания сути названия Мишне Тейра следует взять за основу оба этих значения. И при этом понимании становится очевидным, что уже в названии, которое дали мудрецы этой книге, заключена ее основная концепция. С одной стороны, это повторение того, что было сказано в предыдущих, но на ином уровне, с разъяснением более глубоких, какими неких слоев, ввеление воли Творца мира. А с другой стороны, то, что было дано в других книгах, которые дополнены в книге Творим, совершенно новыми указаниями, которые ранее не встречались. Это и дополнение, и повторение пройденного на другом уровне, и дополнение. То есть оба значения слова Мишне, название этой книги, которая дана мудрецами Талмуда, в разной степени важны. И тут нам следует подчеркнуть, особо подчеркнуть, различия между нею и предыдущими четырьмя книгами Твора. Без сомнения, для любого маломальского внимательного читателя она выпадает из структуры, из сюжетной коммы. У каждой части нашей святой Творака есть как бы свой акцент. Она логично повествует, есть внутренняя сквозная логика, которая в условном содержании имеется расположение. Книга Брейшес, это некая вступительная предыстория рождения еврейского народа от появления человека до спуска семьи праотца Якова в Египет. То есть это Бог, индивидуум, семья. Книга Шмойс повествует о величайших веках в истории народа. История исхода из Египта, Синайское откровение, построение Аскинии. И, естественно, это содержит множество заповедей. Это уже формирование, появление народа. Миссия, которая создает этот народ. Книга Ваикро, как мы об этом говорили, которая называется Тороскоянин. Тора священников, закон священников. Она говорит о служении. Прямо или косвенно относящихся к служению. Служению в святилище, в первую очередь. И значение и незаменимость этого подчеркивается ее срединным положением в писании. книга Бемидбар, которую мы закончили на прошлой неделе. Она рассказывает о важнейших этапах и событиях сорокалетнего пребывания в народах пустыни. Вплоть до последних 36 дней жизни Моше. И там повествование завершается естественным образом на восточном берегу Иордана, в последнем рубеже перед входом в Светую Землю. То есть становление народа. И завершается святой кончиной Господина Пророков. И последующие события собственно завоевания Роди Сраэль, раздел между коленами описаны уже в книге Яшуа, которая входит в Танах. И чья безусловная святость безусловная святость все-таки отличается от святости собственно Торы. Как величие Яшуа отличается от величия его учителя Моше. Как это формулирует Толмуд, точнее Медраж, все-таки Медраж, конечно, что Яшуа отличается Моше, как свет Луны, отраженный свет Луны отличается от света Солнца, который непосредственно является светимым. И вот эти две книги Бемидбар и Яшуа разделяют два события, всего два. Включенные в книгу Дворим. Это предсмертное обращение Моше к остающейся без него евреям с повторением пройденного материала, если можно так выразиться, и описание собственно его смерти. И эта речь продолжалась месяц и неделя, точнее 36 дней с первого Швата по седьмой Адара, когда Моше Рабейн умер. Вот это и есть пятая книга Хумаша, эти книжи, которая называется Дворим. То, что Моше сказал, находясь на пороге смерти. И в целом вот эта последняя книга является некой квинтэссенцией всей Торы. Наш учитель Моше в последнем месяце семь дней своей жизни он повторяет вкратце всю нашу историю до рассматривания момента. вновь акцентирует внимание на определенных заповедях Торы, предсказывает развитие исторического процесса после его ухода на будущее и завершающим икордом благословляет времена. И совершенно не случайно книга Дворин, которая содержит 10 предельных разделов, 10 глав, она условно может быть разделена на 4 части. в первых трех главах Моше в основном повторяет историю исхода тыченосом евреев, деликатно, но тычен, в многочисленные поломки в отношениях с Богом, которое в просторечии называется грехом. Это упор. Книга Дворим начинается с упора. Даже само слово Дворим указывает на то, что здесь очень нелицеприятный разговор, как постоянно подчеркивают медражи комментаторы, объясняя различия апропо о еврейском языке разница в глаголах Дебур, Амира, Гада. Дебур это не столь жесткий, как Агада, но намного жестче, чем Амира, вполне повзрослым. И это подчеркивает Великий Раша в своем комментарии к первым же словам Эля Адварим. Вот слова. Говорит Раша, это были слова обличения. То есть я скажу вам вещь, которая, наверное, не понравится очень многим. Мой Шарабейн считает, что говорить с людьми, с народом, особенно перед смертью, когда он пытается сохранить то, что можно сохранить и исправить то, что дано исправлению. Начинается все с того, что люди должны понимать свое реальное состояние. человек, который не отдает себе отчет в том, что с ним происходит, не в состоянии что-то изменить. и это плохо, это трагедия. И поэтому первые три главы, они вступительные вроде бы, но они все обращение к опыту. Самое парадоксальное в человеческом существовании, с моей точки зрения, это наше неумение делать выводы из собственной жизни и собственного опыта. Любой из нас, знакомясь с жизнью другого человека, легко обнаруживает какие-то узловые моменты, какие-то точки, когда те или иные решения кардинально изменяли всю последующую череду событий. И там есть как удача, так и, к сожалению, и зачастую в большем количестве неудач. И видя это и понимая, человек естественным образом может что-то понять о себе, о своих возможностях, поумнеть просто. И это то, что пытается делать Мойша. Он обращается к ним, он говорит, ребята, вспомните, вот здесь вот, ну разве непонятно, а вот здесь, а вот здесь. И после того, как Мойша это говорит, вот эти три главы, идут следующие три главы, которые он говорит, за что надо держаться. Они посвящены заповедям, различного рода заповедям и указаниям, которые с точки зрения Мойши они могут позволить евреям наиболее продуктивной и с наименьшими потерями реализовывать свое предназначение жизненную виси. В последующих трех главах Мойши Робейну он рассказывает, он предсказывает будущее, в том числе последствия отхода от Торы. ведь это знают все. Если мне не помогает позитивное мышление, то есть если у меня нет четко очерченных целей, если у меня нет понимания, что мои собственные идеалы и принципы экстраполированные на повседневность, на мое поведение, обязывают меня к определенному типу реакции, к определенным нормам, к определенным способам, то если я не могу на позитиве это делать, то у меня есть еще один вариант. я могу испугаться последствий. Если мне скажут и объясняют, что те или иные решения, подходы, они с неизбежностью приведут меня к тем результатам, которые для меня крайне нежелательны или страшны, то это может быть достаточным стимулом. То есть, если я не хочу сосредоточиться на том, чтобы делать что-то хорошее, что предпочтительное с любой точки зрения, то мне надо объяснить, что не надо делать, чтобы я испугался и отшатнулся. Это следующие три главы. когда Мойши предсказывает последствия отхода от Торы. И десятая, последняя, завершающая глава это благословение коленом каждому согласно его типу служения, его как бы духовному уровню. И если вы заметили структурно построение книги Дворим соответствует десяти сферот. Три по три и Малфус итоговая сфера. Рабишимшан Рафаэл Гирш, которого я часто цитирую, в своем пространном комментарии объясняет, что текст Дворим это по сути инструктаж напутствие с Равой Израиля перед их переходом через Ярта. Потому что мир измерится. В Яртус с Равой они перейдут на другой тип отношений с Богом. Точнее на другой тип отношений с миром, что по сути одно и то же. Они перестанут постоянно ощущать Божественное присутствие, как ощущали это в пустыне. Прекратятся повседневные будничные чудеса. Мам, передвижной колодец, облака славы, постоянный доступ к Мошера Бэйну с его постоянным возможностью обращения к Богу в любой момент избраны им. Им придется строить, пахать, собирать урожаи, формировать органы власти, суды и общественные учреждения, самим заботиться о бедных и слабых и поддерживать свою боеготовность на случай войны. Им потребуется крепкая вера и высокая самодисциплина, чтобы избежать ловушек и соблазнов стороны соседей, язычников и всевозможных лжепророков. И говорит Равшин Шарфул Гирш, в этом-то и смысл книги дворы и цель книги дворы подготовить, перевести еврейский народ на другой режим существования земной. Для этого необходимо сохранить все то, что получило предыдущее вымершее поколение в Синае, но необходим совершенно другой уровень сознательности, мужества и стойкости и мотивации. Мой учитель, вчера был день его рождения, я вчера был на Фребрянгеле, когда был собран его учениками, давно мы говорили об этом. Мой учитель, Равина Ивана строил Штензетт, он писал, что проблема Мойши в значительной степени состоит в том, что нормальные, обычные люди не стремятся к созиданию. Они ожидают, что все необходимое и все необходимые решения будут приниматься за них. Мойши несомненно был великим лидером и при его жизни все как-то держалось. Рамбам в своем великом труде Мишна Тейра в законах основах Тора и Гилхас и Седа и Тейра в 7 главе 6 Аллаха объясняет, в чем состоит равенство между Мошей и другими пророками. Моше мог сказать что как в книге Беметбар когда-то были вопросы. Постойте, я послушаю, что Господь велит о вас. То есть как подчиненок, который в любой момент может обратиться к начальству, имеет прямой доступ к праву докладчика. и он говорит здесь в дворе он говорит я еще с вами пока я еще пока с вами в дворе в 31 глава 27 из них я еще живой он говорит ребята я еще живой посмотрите вы что вы превратили а я еще живой а что происходит после ухода больше это вот весь тонах к чему он говорит о реализации книги сказанного в книге дворы есть инерция в начале все еще свежо но постепенно все сходит на нет меняется поколение евреи абсолютно ожидаемо погрязает виду поклонства и казалось бы это невозможно понять ведь у них все у них все есть вся необходимая информация и законы и заповеди и общественные институты и принципы и предсказания то бишь понимание того куда это ведет и куда это заведет но как уже было сказано люди не хотят напрягаться люди не хотят заниматься созиданием творчества они предпочитают пассивное восприятие они предпочитают идти в русле а это имеет свою цель и поэтому мы понимаем что скажут что что это за книга дворы ее особенность она просто надиктована местами времени она дана в степях Муава перед вступлением Ханаан когда заканчивается период еврейской истории с исходом и сорокалетним блужданием предопределенный о котором пророки говорят что всевышний ведет еврейский народ по пустыне как отец ведет ребенка за руку где все да были проблемы но в принципе все делалось за нас и сам исход неевреи вышли их вывели и неевреи добились выпросили торы им она была дарована то есть в этом режиме в качестве наблюдателей и потребителей все еще было хорошо и все годы исхода Мойша передавал заповеди торы с разъяснениями но она оставалась небесной торой потому что для полноценного воплощения торы не доставало земной составляющей и это очень важно понять это важно понять это революционно по отношению к нашей инерции мышления ограниченный человеческий разум принципиально не может постичь божественную мудрость витая в области чистого духа люди могут бесконечно приближаться к Богу но не могут исчерпать ему они могут расти потому что потолка нет но они не могут достичь потому что точки тоже нет и связь с Творцом подлинная реализуется не движением духа не медитативной молитвой и постижением божественного при том что это необходимые условия для связи с Творцом но подлинная связь с неблагословенным достижима только выполнениями его воли в рамках материального мира в исполнении заповедей повседневной жизни с соблюдением принципов дарованных нам в Торе для этого сынам Израиля была необходима земля причем в нашем конкретном случае не любая земля а та которая была для этого предназначена с самого начала которая была обещана нашим прадцем и начиналась настоящая жизнь детство кончилось все люди умиленно вспоминают детские годы у которых есть две абсолютно характерные черты характер это зависимость от взрослых и низкий уровень ответственности за свои решения и поступки именно поэтому мы так любим детство взрослый человек он отвечает за себя и он отвечает за последствия своего выбора своих решений и поэтому дворим это не просто повторение Мишне Туран а не просто повторение Провидиного выборочный конспект четырех первых книг этих книжек и кстати легкий намек из чуть более ста заповедей которые содержатся в пятой книге Торы семьдесят упомянутых впервые в последние дни своей жизни Миша повторил и заново переформулировал все фундаментальные основы и показал историческую перспективу и в первую очередь двори были включены актуальные для нормальной жизни аспекта учения это было создание основ фундамента для взрослого существования народа и это проблема на самом деле удивительное существо человека мы любим свое детство а когда мы дети мы хотим вырасти а потом когда мы впадаем в детство это опять несчастье но никто ничему не вычет целыми это что это это Продолжение следует...